Желаю здоровья. Коротко святую про день. Руководители «Нафтогаза», «Укрэнерго», «Энергоатома» и «НКРЭКП». Был также профильный заместитель руководителя Офиса Президента. Чтобы не планировали себе оккупанты, мы должны готовиться к следующей зиме в нашем государстве на своей земле для всех граждан. Обсудили сегодня вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопление угля, производство электроэнергии. В условиях, которые мы имеем сейчас из-за агрессии России, это будет действительно самая сложная зима за все годы независимости. Но все нормально. Должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства. В настоящее время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние нужды наших граждан. В то же время делаем все для того, чтобы нарастить наши возможности экспорта электричества. Это позволит делать имеющиеся в Украине мощности. А после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы, такой экспорт не только позволяет нам увеличивать нашу валютную выручку, но и оказывать прямое влияние на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, которые сокращают потребление российских энергоресурсов. Еще один важный аспект – это ремонтная программа для ТЭС, ТЭЦ и котельных, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты российскими ударами. Выполнение этой программы в ближайшие месяцы – это одна из топ-задач для Министерства энергетики Украины. Хочу отдельно подчеркнуть, что поставил правительству очень конкретную задачу сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено. Местные власти отвечают за тарифы на тепло и на горячую воду, и на местном уровне должна быть обеспечена такая же неизменность тарифов и зимой 2022-2023 годов. Также провел совещание по коммуникации с Европейским Союзом и с отдельными странами, членами ЕС, относительно нашей заявки и получения статуса кандидата. Дипломатическая активность в этом направлении не прекращается ни на день. Ежедневно я заслушиваю отчеты, в том числе о подготовке процедурных решений в Европейском Союзе. И команда Министерства иностранных дел, наши дипломаты, и команда власти в целом, все, абсолютно все работают для того, чтобы уже в июне появилось веское историческое решение, которое мы все ожидаем. Украина со своей стороны проделала всю, абсолютно всю необходимую работу для этого. Как говорится в таких случаях, мяч на поле европейских структур, на поле европейских стран. Фронтовая ситуация в Украине за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Идет совершенно героическая оборона Донбасса. Самые горячие точки те же. В первую очередь Северодонецк, Лисичанск, Попасное. Чувствуется абсолютно, что оккупанты не верили, что сопротивление наших военных будет таким крепким. И теперь пытаются привлечь дополнительные ресурсы на донбасском направлении. Как и на Херсонском. Перекидывают туда новые подразделения, чтобы сдерживать наши действия. Но какой в этом смысл для них? Все равно большинство оккупационного контингента уже отлично поняло, что у них нет перспектив в Украине. Мы фиксируем это настроение в перехватах разговоров. Именно такое настроение доминирует в российской армии. Мы свободные люди. Мы не ваши рабы. Уже более 31 тысячи российских военных погибли в Украине. За время с 24 февраля Россия платит за совершенно дурацкую войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно. И все равно настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого. Активно работаем, чтобы привлечь средства для поддержки нашей армии и восстановления Украины после боевых действий. На уже деоккупированных территориях возвращаем электричество, газ, поставки воды, связь. Не просто, но возвращаем. Конечно, нужно еще многое сделать. Нужно снова обеспечить больницы оборудованием, произвести разминирование и, конечно, отстроить все разрушенное оккупантами. Один из инструментов для этого – государственная фандрейзинговая платформа United24. Только за первый месяц работы с ее помощью удалось привлечь уже более полутора миллиардов гривен. И я благодарен всем, кто присоединился к ее созданию, ее работе. Сегодня амбассадором United24 стала Элина Светолина, наша известная и очень успешная теннисистка. Вместе с Андреем Шевченко, первым амбассадором United24, Элина будет работать, чтобы привлечь новую поддержку для нашего государства. Все для Украины. Именно так, работая вместе, каждый и каждая сможем вернуть нормальную жизнь на все территории, которым наши военные вернули безопасность. И еще одна новость, о которой сейчас можно сообщить. На следующей неделе запланирован запуск специальной книги-палачей информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступникам и преступникам из российской армии. Я неоднократно отмечал, что все они обязательно понесут ответственность, и мы шаг за шагом к этому приближаемся. Создание такой информационной системы длится уже некоторое время. Это конкретные факты о конкретных людях, виновных в конкретных жестоких преступлениях против украинцев. И такая книга палачей является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений, солдат оккупационной армии, но и их командиров, тех, кто давал приказы, тех, кто сделал возможным все, что они сделали в Украине, в Буче, в Мариуполе, во всех наших городах, во всех общинах, до которых дотянулись. Все будут отвечать. Вечная память всем, чью жизнь унесли эти оккупанты. Вечная слава каждому и каждой, кто приближает нашу победу. Слава Украине!